Тогда надо микрофон сейчас, Алексей, я тогда запускаюсь. Так, друзья, как видно, как слышно, дайте связь обратно. Так, все отлично. Ну давайте начинаем тогда нашу традиционную работу по средам. То есть у нас как бы не происходили события, мы с Алексеем введем правила вебинары не срывать. Вот единственное, что сейчас в таких походных условиях мы объединили вебинар для новичков с нашим традиционным на 13 часов. Вот поэтому, видите, у нас уже больше 120 человек в перископе, больше 170 человек здесь, поэтому работа идет, значит, друзья, все в порядке. Вот единственное, что сразу на вечер мы еще не определились, мы будем в это время на производстве на заводе, вот, и не факт, что там будет интернет, это за городом, за Минском. Поэтому, друзья, если у нас будет, ну, как говорится, заминка, и мы не сможем выйти в интернет, то мы заранее напишем, поэтому просим извинить, что вечерний вебинар сегодня может не состояться по техническим причинам. Но, ну, как технические причины, просто мы будем в это время, я постараюсь подстроить, настроить мобильный интернет, вот, на заводе, но не факт, что это получится. Сейчас вот мы в офисе, здесь работает все хорошо, вот, значит, соответственно, друзья, из того, что сейчас происходит, какие, ну, скажем, там, события прошли за вот эти вот несколько дней. У нас прошла европейская конференция в Юрмале, вот, где был весь директорский состав Skyway Capital, и мы встретились с нашими основными инвесторами, было порядка 28 стран. Да, все, Анатолий Леонидович, мы работаем. Анатолий Леонидович, мы работаем, ну, это, помахать просто, это, Анатолий Леонидович. Ну, это же правила игры такие, Анатолий Леонидович, знаете, с каким удовольствием вас народ увидит, так сказать, это вот. Анатолий Леонидович, Юницкий, да, показываю сейчас, всем привет, да, то есть, так сказать, это, вот, и сейчас, 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 сейчас еще, это, и в компьютер, Леш, покажи, свой, так сказать, это, вот. Вот, это дневной 186 и 100, где-то 20 человек переспочек. Да, 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 а вы на завод подъедете к нам туда, да, на производстве, да, да, ну, все, да, мы как раз, да, коллеги, работа, работа, прежде всего, работа. С самого утра и до позднего, что касается Анатолия Леонидовича, и на спорте. Видите, друзья, то есть это такие рабочие моменты, мы не планировали, что Юницкий будет включаться, он просил, потому что он сейчас закончил делегацию и едет сейчас в Марину-Горку, как раз там идут последние приготовления сейчас уже к началу ходовых испытаний. Вот, мы будем сегодня на заводе как раз смотреть, как себя чувствует Unibike и Unibus, вот именно уже в цеховых испытаниях узлами они уже идут, то есть это нельзя показывать, это все-таки, друзья, испытания с точки зрения подготовки, вот, и все по графику, то есть очень жестко сейчас за этим отслеживается, работа идет в три смены, вот, и Unibike и Unibus готовятся именно к тому, чтобы 29 ноября, друзья, это будет демонстрироваться. Это будет новый этап, потому что никто уже не может сказать, что технологии нет. И сегодня, вот, когда Адриану с Ниной показывали КБ, показывали новые, поставьте телефон обратно, как было, вот так вот имеется в виду, да, то есть Алексей у нас пропал, да, ну да, сейчас Алексей, вот, нам уже Анатолий Дуарович показал сегодня и новые конструкции уже, которые он разработал, и новую линейку, то есть она частично, когда готовилась презентация для Минтранса, эта линейка показывалась, а сегодня она уже конструируется, делается, и в Эко-технопарке, начиная с 29 ноября, сначала выходят на испытания две машины, это Unibike и Unibus, именно как в логике городского лифта, а дальше эта линейка будет расширяться уже, и она закроет весь комплект городских перевозок и пассажирских перевозок, которые есть. Это постепенно будет делаться, развиваться, поэтому, друзья, закрыть вход в корневую систему. Тут, друзья, одни и те же вопросы идут, давайте ответим. Так, представители фонда хотят попасть на презентацию 28-го в Марьино-Горке, как это организовать, кому обратиться за приглашением? Да, Олег, ты сам, да, они будут оба по легкой трассе, значит, эстакада, она также сегодня монтируется, делается, вот, под нее тоже будут подвешиваться и Unibus и Unibike, вот, но это будет сделано чуть позже, потому что сегодня самое главное продемонстрировать это, самое главное конкурирующее преимущество технологии, это пролеты 200 и 400 метров. И вот как раз в данный момент идет их монтаж, и это как раз начнется новое такое направление, где четко будет заявлено, что именно электромашины, именно Unibike и Unibus, они открывают новую сегодня такую страницу в городском пассажирском транспорте, который может проходить пролетами 200, 400, а со временем 800 и полтора километра одним пролетом, соответственно, это решение всех сегодня городских проблем. Вот, поэтому уже можно сегодня четко утверждать, что идет целая серия адресных проектов в различных странах, и мы как раз, когда были на конференции, в, соответственно, в Юрмале, там было, я говорю, более чем с 28 стран, да, 28 стран делегации было, именно это европейские страны, вот, а, соответственно, всего, это вот тоже, когда мы позавчера были здесь всем директорским составом именно Skyway Capital в Марьиной Горке, то есть у нас было такое годовое собрание, мы отчитались о проделанной работе, вот, перед генеральным директором, генеральным конструктором, мы подписали новые соглашения, вот, о продлении работы на следующий период, мы наметили следующие планы, и это тоже очень такой важный, важный момент, и сегодня можно сказать, что те цели и задачи, которые перед собой ставила наша команда, они выполнены, те ожидания и, скажем так, гарантии, которые мы выдавали генеральному директору, генеральному конструктору, они тоже реализованы, поэтому, друзья, сегодня мы подошли именно к уже демонстрации нового вида транспорта, демонстрации нового вида технологий, которые сегодня уже однозначно можно утверждать, меняет и облик городов, который сегодня будет, и будет менять облик цивилизации, и решать те проблемы, которые есть, мы очень много общались, вот, с Вентальдовичем Леницким, вчера он очень интересно нам рассказал еще целую-целую программу, которую он готовит уже именно с точки зрения восстановления почвы, это те преимущества, которые дает SkyWay, он, помимо того, экотехнопарка, который сейчас есть, он уже как частный, как фермер получил еще более 100 гектар земли, который прям примыкает к экотехнопарку, он там уже сейчас проектирует и делает этот кластер, который покажет новый вид домов, новый вид сельского хозяйства, но все это завязано, как раз, друзья, уже на новую цивилизацию SkyWay, потому что в комплексе она дает комплексное новое освоение территории, и эта работа идет сейчас, вы даже не представляете, насколько в разных направлениях, и очень много моментов в КБ, которые очень скоро тоже будут очевидны, и сегодня видеть и происходить что-то, можно говорить сейчас что-то, нельзя нас с Алексеем тут как практикующих футуроводов, и так уже обвиняют, что мы некие вещи, некоторые секреты рассказываем преждевременно, поэтому мы согласовываем все наши действия с генеральным конструктором, мы согласовываем с инженерами, чтобы вся информация, которая доводилась именно для нас, как для партнеров, чтобы информация, которая именно показывает информацию, чтобы она была, как говорится, не только полезной, но еще и не была и вредной. Ну и, соответственно, сегодня ряд вот таких направлений, которые идут, и я, наверное, начну очень коротко, Алексей потом продолжит, мы подключим, как раз здесь сейчас находится, как я уже говорил, Адриан, это с Ниной, это представители, скажем, такого нового направления здорового образа жизни, нового направления активной молодежи, они возглавляют очень интересную компанию, которая именно доводит и здоровый образ жизни, и здоровый, то есть Алексей и Адриан об этом расскажут. Мы как раз познакомились на конференции в Словакии, и возникла такая мысль о том, чтобы, так как мы подходили уже к тому, что Unibike наш является уже фитнес-капсулой, то есть там, как вы помните, общими такими усилиями была рождена идея поставить велогенератор, то есть там уже можно было крутить и вырабатывать электроэнергию для того, чтобы двигаться со скоростью 60 км в час, то есть где-то порядка 0,2-0,5 км в час. Киловатта можно вырабатывать. А мы когда познакомились с Адрианом, он предложил именно свою концепцию Sky Fitness, именно Sky Fitness для того, чтобы усовершенствовать Unibike и поставить туда тренажеры, уже не только велотренажеры, но и те, которые позволяют полноценно заниматься спортом, находясь в, соответственно, Unibike. Но что особенно важно, друзья, мы предложили такой сленг, как «твою энергию в твое движение». Вот, Анатолий Довар еще несколько перефразировал. «Нашу энергию в движении». Да, и сегодня концепт именно Unibike – это нашу энергию в движении. То есть это реально становится полноценной фитнес-капсулой, это становится полноценным фитнес-Unibike. И как раз Адриан, как профессионал, а у него еще одна есть такая, скажем так, ипостась, очень интересная заслуга, он в прошлом году был вице-чемпионом мира по натуральному бодибилдингу. То есть это вид спорта, который именно показывает пропорциональность, именно показывает красоту тела, показывает работу тела, и в то же время это без вот этой жесткой химии, это абсолютно на натуральных компонентах. Поэтому, мало того, что Адриан является профессионалом с точки зрения здорового образа жизни, его компания выпускает еще одну очень интересную настойку на имбире и меде, то есть безалкогольную, вчера тоже это подарил Анатолию Дваровичу Юницкого, «Энерджи». Он тоже про это расскажет. Видишь, у нас Адриан уже даже идет скрытая реклама продукции. То есть это действительно очень важный такой продукт. И сейчас вот мы начали направление, и вот цель приезда как раз Адриана с конструкторами, прорабатывать механизм, как в юнибайке сделать полноценный тренажерный зал, для того, чтобы можно было работать со всеми группами мышц. Но что самое главное, друзья, ни одна калория не проходит зря. Она вся аккумулируется в электроаккумуляторах, и, соответственно, при движении она будет дальше использоваться. Поэтому, друзья, мы с точки зрения практикующей футурологии подошли к тому, что у вас дома будет свой спортзал, который будет находиться в юнибайке. Он будет полноценно давать всю физическую нагрузку, которая вам нужна, при этом аккумулировать энергию, и когда вы будете двигаться, эта энергия будет расходоваться. Таким образом, друзья, это вообще новое направление, потому что, вы представляете, через какое-то время, когда миллиард человек будет ездить и вырабатывать хотя бы по 0,2 киловатта электроэнергии, мы можем это перевести в киловатт-часы, так вот я могу сказать, друзья, в пересчете на топливный эквивалент, это 2 миллиарда тонн нефти, которые не надо будет сжигать, но миллиард пассажиров при этом будут двигаться. Поэтому, друзья, это совсем другая логика, это совсем другая цивилизация, и мы как раз с точки зрения нашей практикующей футурологии, мы это ведем, делаем, но уже с практической точки зрения мы, как видите, не просто так это обещали, то есть уже прилетели наши партнеры, мы работаем уже с инженерами. Абсолютно уверен я, что когда в нашем фестивале, Sky-фестивале, который будет в апреле, вы обязательно уже увидите этот уже юни-байк, юни-фитнес-байк, соответственно, новое направление. И сейчас мы будем постоянно делать такие ряд репортажей, сегодня снимаем, где Адриан будет уже вести курс именно практикующего Sky-фитнеса, для того, чтобы объяснить и рассказать, чем будет, соответственно, наш юни-байк, почему там будет очень комфортно находиться и заниматься спортом, почему энергия, которая сегодня у нас является пустой, или мы ходим в зал, для того, чтобы ее сбросить, она может очень рационально использоваться для того движения. Вот эту работу мы как раз, друзья, ведем, и прямо в ближайшее время вы увидите репортажи, вы увидите, как всегда, репортажи Кириченко, вот, увидите репортажи, связанные со Sky-фитнесом, увидите уже практически... А где вы живете? Вот, ладно, друзья, не будем отвлекаться на перископ, я у него, так сказать, это... Вот тут уже народ пишет, хочу бассейн юни-байки. Но это, друзья, со временем, когда юни-байки будут побольше, вы, может быть, будете и джакузи в нем, так сказать, в обязательном порядке. Но пока размеры идут все по именно минимальным размерам, потому что здесь работает аэродинамика, потому что нельзя увеличить ни на один дециметр, мидель, потому что это сразу другие затраты. Нельзя увеличивать вес, потому что это сразу другие энергозатраты. Нельзя увеличивать внутренний объем. И как раз у Адриана будет такая очень серьезная с точки зрения профессиональной работы. Это как минимальный объем дать очень максимальное количество и упражнений, и воздействий. И вот он как раз... Ну, мы сейчас вот начинаем... Это только у нас первый такой визит, это наша первая работа. Но дальше, когда начнутся уже конструироваться и собираться эти тренажеры, как вы понимаете, они тоже будут собственной конструкцией. Мы не можем сегодня заказать ни у одного производителя уже готовые тренажеры, поэтому мы будем разрабатывать, смотреть. Есть определенная логика сейчас. Поэтому мы будем работать в очень тесной контакте с нашими именно уже инженерами, кто непосредственно работает на производстве. Вот. Если нам сегодня разрешат, то мы, может быть, даже вам их покажем. Если нет, значит, увидите уже на Марьиной Горке, на демонстрации, когда действительно весь инженерный состав будет показан, и особенно результат, который они создали. Так. Добавить еще кран с водой питьевой. Друзья, вы не забывайте, что у нас основная проблема по питьевой воды – это будет питьевой байкальский лед пищевой, поэтому у нас обязательно там будет и лед, и вода, и своя энергетика. Друзья, сразу, чтобы передать сейчас слово Алексею, я могу сказать, что это только первые шаги по поводу того, что мы будем показывать, что будет в нашем юнибайке. Это сейчас готовый спортзал, то есть это Sky Fitness. Но нас ожидает еще, это будет не первый шаг, но будет еще и второй, и третий, и четвертый. И через некоторое время вы даже не представляете, как вы будете удивляться, когда вы будете знать, что и чем будет являться наш юнибайк. Поэтому вот тут Антон Дарч еще зашел, тоже, так сказать... Анатолий Эдуардович отправляется на Экотехнобак. А, там мы вы. Так, Анатолий Эдуардович. Вот, видите, друзья, в таких походных условиях работаем. Он всегда, так сказать, когда это... И даже тут недавно мы с ним очень серьезно обсуждали, когда он говорит, ну вы еще скажите, что ваш юнибайк еще и полетит в космос. Вот, я говорю, да, вы не представляете, Антон Дарчук, через некоторое время, и вы знаете, как, то есть придет такое время, когда еще на юнибайке... Но это, естественно, друзья, не ближайшие перспективы дело. Это все-таки перспектива 10, 15, может быть, даже 20 лет. Вот, поэтому направления именно практикующие футурологии идут. И тут я могу сказать, что когда мы были, когда позавчера, Алексей, да, были на заводе, а нет, когда мы ехали в Юрмалу, мы заезжали на завод, мы обсуждали с конструкторами, там мы показывали наши задумки, какие тренажеры, какие надо поставить, эспандеры, как это все крепить. Вот, там генеральный, главный инженер, конечно, он так удивленно, это просто высочайший профессионал, я просто перед ним преклоняюсь, это действительно нашей команде повезло, что пришли такие, ну и собрались вокруг Юницкого такие люди, инженеры. Это просто вот, ну, с точки зрения инженерии, глыба такая. Вот, это благодаря ему именно и юнибайк вовремя сделан, и юнибус, и в таком качестве, и в таком исполнении. Вот, это тоже, друзья, очень важно. И когда он с большим удивлением Юницкого спросил, говорит, а это кто такие-то, что им надо, почему они хотят в наш юнибайк поставить еще там эспандеры, тренажера, он говорит, вы лучше это самое, слушайте, соглашайтесь, будем потом обсуждать зачем. И ему было настолько интересно, вот, с учетом он сказал, что, ну, это, говорит, те вот, которые педали сюда вот эти вот прилепили, вот эти вот, юнибайк, и сказали, что надо крутить педали, вырабатывать электроэнергию. Вот, ну, все посмеялись, конечно, так, потому что эта идея, она уже, я слышал от Юницкого еще ее там 15 лет назад, просто у меня, он сторонник того, чтобы надо ходить пешком больше, я говорю, а я хочу, чтобы у меня мой юнибайк стоял, вот у меня в кухне, я сел, педали покрутил и поехал в Париж, допустим, если мне надо. Вот, то есть, я больше сторонник такой концепции. Вот, и она была реализована, то есть, электрогенератор поставлен, и, по-моему, все увидели, всем было интересно, действительно, что с точки зрения, уже, друзья, даже энергетического баланса, что, крутя педали, наш юнибайк, то есть электромашина второго уровня, может двигаться со скоростью 60 км в час, а всего возможности юнибайка на четырех мотор-колесах на приводе может двигаться со скоростью 150 км в час, при этом он будет потреблять, там, чуть больше, ну, вот сейчас это на первых моделях чуть больше полулитра топлива на 100 км, это 150 км в час, друзья, а со временем эта цифра будет еще и значительно снижаться. Так вот, я еще раз говорю, что, друзья, сам по себе, вот эта возможность вращать педали, вырабатывать электроэнергию за счет этой энергии двигаться, друзья, это изменение всего энергетического баланса на Земле, потому что миллиард человек, который будет не просто крутить велосипед, а будет вырабатывать электроэнергию за счет этой энергии двигаться, это значит, друзья, будет миллиард человек двигаться со скоростью 60 км в час, а при этом не будет добываться нефть, она не будет сжигаться, она не будет выбрасываться в атмосферу, она не будет давать СО, она не будет давать серы, но при этом, друзья, миллиард человек будет двигаться со скоростью выше, чем сегодня дает автомобиль. Поэтому это очень серьезное утверждение, которое сегодня есть, и мы сейчас его уже как практикующие футурологи с Алексеем уже сейчас реализуем. Ну давайте я сейчас передаю слово, у нас сегодня вебинар все-таки будет не так, как обычно, там полтора, ну там час-двадцать, мы постараемся уложиться в час, потому что у нас сегодня очень плотный еще график, по которому надо работать. А я передаю слово Алексею, он как всегда скажет свой взгляд. Итак, сейчас это тот редкий случай, вот тот, кто в перископе, вы видите, что мы с ним находимся рядом, вот так сказать, но на разных, так, их лучше тоже спасаем. Ну ладно, друзья, вы только не так грубо пишите, потому что все-таки надо быть... Приветствую, дорогие друзья. Всегда заряжаешь неимоверной энергией, когда находишься непосредственно в недрах нашего головного предприятия, зал струнной технологии. Так, подойте громкость. Сейчас хорошо слышно? Сейчас? Сейчас получше. Приветствую, дорогие друзья. На связи второй практикующий футуролог. Очень приятно всегда находиться в недрах зал струнной технологии, потому что действительно узнаешь что-то новое, общаясь не только с Анатолием Эдуардовичем и низким, но и со всеми вообще сотрудниками. То есть Анатолий Эдуардович в этот раз очень-очень много рассказывал не только про направление вообще вот SkyWay в виде транспорта, но и про восстановление почвы. Так, не слышно. А сейчас, дорогие друзья... Может быть, я закрываю микрофон? Так, а сейчас... Ну давайте я на вас сюда перейду. Так, ну давайте тогда, как я взял. Выключать я буду сюда. А я выключить не могу, потому что я записываю. Так, ну... Сейчас пойдет будет. Так, ну сейчас пойдет. Сейчас. А я просто выключу. Все. Все замечательно. Ну вот, в походных условиях, но в любом случае, по средам мы всегда включаемся, где бы мы ни находились, в какой стране. И супер находиться действительно здесь. Здесь это в ЗАО Струнные технологии, общаться с Анатолием Эдуардовичем, общаться с Виктором Бабуриным, общаться с Кириллом Бадулиным, именно вживую впитывать эту информацию. И понимать, что то, что мы финансируем, действительно создается на наших глазах. Анатолий Эдуардович в этот раз, дорогие друзья, говорил очень много не только о транспортной технологии, но и о более глобальных вещах, которые нас ожидают. Это восстановление почвы. Представьте, что, допустим, пустыня приближается на 1200 километров в год. Есть такие страны, где имеется такой фактор. И Анатолий Эдуардович с помощью восстановления почвы, с помощью гумуса, то есть Sky Soil, придумал, каким образом, более того, рассчитал точную цифру, чтобы не ошибиться. 8 миллионов тонн или 80 миллионов тонн? То есть это полностью восстановление почвы действительно поражает разум, даже воспаленный разум практикующего футуролога, потому что это то направление, которое в комплексе будет реализовываться вместе с технологией SkyWay. И также пообщались насчет того отдаленного будущего и кажется кому-то отдаленным, но на самом деле это не такое отдаленное будущее. Это направление Spaceway, то, о чем мы говорим на вводных вебинарах и обязательно говорим, так как это история, к которой мы обязательно циклично вернемся и обязательно будем этим заниматься. И также пообщались насчет того, что мы, как представители SkyWay Capital, всегда вам говорили и вы у нас часто спрашиваете, что мы будем делать после закрытия финансирования головной корневой компании, то есть финансирования эко-технопарка. Дорогие друзья, у нас будет чем заняться и мы с помощью той же системы краудинвестинга, это наша революционная составляющая венчурного инвестирования, которую на сегодняшний день ни один венчурный фонд не применяет. Как только у нас будет закрыто финансирование эко-технопарка, по этой же схеме мы перейдем на адресные проекты. Анатолий Эдуардович всегда поддерживает и говорит, тот, кто может профессионально заниматься адресными проектами, не просто бла-бла-бла, а действительно взять на себя ответственность, то, что будет происходить общение с властями, то, что на ранних стадиях человек по адресным проектам ничего не будет зарабатывать и более того, это пойдет в минус, но как раз стадию именно проектно-изыскательных работ и вот этих подготовительных работ будет, это посевная стадия инвестирования и это будем финансировать, дорогие друзья, мы с вами. Это ответ на вопрос, чем же будут заниматься те лидеры, те серьезные крупные бизнесмены, которые приходят и думают, что опоздает на уходящий поезд, но, дорогие друзья, не опоздает никто. Единственное, поезд обретет некую свою ценность и уже, естественно, адресные проекты будут иметь меньшую прибыльность, но они будут, их будут тысячи, дорогие друзья. Именно эти адресные проекты будут формировать ту капитализацию, которую дадут ответ на один основной вопрос, который нас, в свою очередь, всех с вами интересует, а когда, собственно, будут дивиденды. Если говорить про направление Sky Fitness, естественно, никто лучше не расскажет про направление Sky Fitness, как основатель этого направления, и мы на конференции в Юрмале, на самом деле, рассказывали, каким образом родилось это направление. Вы все видели отзыв, он есть на канале YouTube нашей сети, где Андриан Кармоци, вице-чемпион мира по натуральному бодибилдингу, дает от чистого сердца отзыв, почему его заинтересовала вообще технология SkyWay, и каждый находит технологии SkyWay, свои опорные точки. Естественно, Андриан как человек-профессионал, фитнес-тренер, в прошлом футболист, и почему вот Андриан начал заниматься именно натуральным бодибилдингом. Я также, дорогие друзья, это поддерживаю, и поддерживаю, что потихоньку, помаленьку, каждый человек может обрести максимальную силу, максимальную подтянутость. То есть вот как раз-таки Андриан будет с помощью наших юнибайков формировать вот эту концепцию с помощью упражнений. Андриан рассказал, что максимально его заинтересовал юнибайк, и, соответственно, после этого начался мозговой штурм футурологии на основе инженерной школы Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть без юнибайков направления SkyFitness не было. Юнибайка не было бы без... Так, что там вылетело? Просто я мышку нажал. А, Сергей Анатольевич нажал мышку, и... Ладно, будем вести вслепую. Вот сюда нажмите. И, соответственно, никакого направления юнибайков без инженерной школы Анатолия Эдуардовича не было бы. И, соответственно, давайте не забывать, что никакого направления струнного транспорта также не было бы без самого начала. Это общепланетное транспортное средство. И, дорогие друзья, сейчас мы будем максимально расширять и наполнять это направление. Как практикующие футурологи мы будем описывать, мы будем давать концепции. И как инженер, как генеральный конструктор Анатолий Эдуардович будет либо соглашаться, либо нет с этими концепциями. Это всего лишь та потенциальная потребность рынка, которую мы предоставляем. И одну из потребностей рынка мы увидели именно через Адриана. Адриан сказал, что вообще вот теоретически можно, допустим, посмотреть этот юнибайк. И когда я спросил, просто не задумываясь о чем-то, что, Адриан, вот когда вдруг ты вживую увидишь юнибайк, окажешь ли ты нам честь покрутить педали в этом юнибайке? Адриан сказал, так может быть там вообще весь комплекс упражнений можно сделать? И тут начало рождаться направление Sky Fitness. Дорогие друзья, вы не представляете, что за это направление. Это не просто быть здоровыми, это не просто быть подтянутыми. Это формирует миссию, одну из миссий корпорации. И мы можем логически обосновать. То есть SkyWay безусловно делает нас счастливыми. Уже сейчас, то есть мы верим в идею и соответственно мы развиваем этот проект. Многие спрашивали, почему в Юрмале во многих комнатах, ну кто не в курсе, у нас есть такая как бы кричалка, и это уже формируется такая вот корпоративная идеология. Абсолютно, так скажем, не побоюсь этого слова, трезвые люди говорят SkyWay. И этого мы уже не стесняемся, дорогие друзья, потому что этого добивается корпорация, затрачивая миллионы долларов на разработку корпоративных программ. У нас это люди делают просто за идею и просто потому что хочется воплотить эту идею в жизнь. То есть то, что SkyWay делает нас счастливыми, я думаю, тут сомнений нет никаких. Меня лично, вот за себя, за Сергея Анатольевича, Сергей Анатольевич каждый раз просыпается и улыбается, когда я его вижу и говорит, что день для SkyWay вчера был прожит не зря. Это действительно великолепно, дорогие друзья. Но, помимо того, что SkyWay делает нас счастливыми, корпорация SkyWay делает людей действительно здоровыми. И кто в этом будет сомневаться, потому что у нас есть направление Sky Fitness. Да простит меня Кирилл Бадулин, что здесь появился он на фотографии. Но, дорогие друзья, каждый может стать любым в SkyWay и каждый может стать стройным и подтянутым. Скажу честно, у меня действительно лежит, пылится абонемент в фитнес-зал, и я с удовольствием перемещался бы в юнибайке, чтобы заниматься спортом и действительно поддерживать свою физическую форму. Так вот, проявляется... Миссия нашей корпорации – это то, что SkyWay делает людей здоровыми и продлевает жизнь. И вот только направление SkyWay Fitness обуславливает эти все рассуждения. И это не просто пустые рассуждения, дорогие друзья. Мы никогда не говорим... Мы, я имею в виду, это SkyWay, это представители SkyWay. Мы никогда, по крайней мере, стараемся не просто говорить, а воплощать и практиковать, и действительно добиваться тех результатов, которые мы сейчас добились. У направления SkyWay в плане юнибайк будет еще достаточно много ответвлений, которые, естественно, мы будем в самом начале согласовывать с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Но я могу сказать, так же, как есть видео, что такое эко-технопарк, постепенно мы будем наполнять смыслом ту фразу, а что такое юнибайк, а что такое юнибус. Потому что юнибус, дорогие друзья, это не только городской лифт, транспортный городской лифт, это и социальный лифт, дорогие друзья. Если говорить, опять же, про идеологию нашей корпорации, невозможно не говорить про идеологию, потому что это уже проникает на самом деле в мышление каждого человека, который поддерживает проект SkyWay. И чтобы действительно понять этот вижен, понять этот всеобъемлющий охват и чуть-чуть хотя бы приблизиться к тому, что Анатолий Эдуардович уже задумывает, я не буду говорить конкретную дату, но скажу простое русское слово. Скоро, скоро будут сформированы определенные институты по подготовке к популяризации и такой вот осторожной популяризации именно к направлению в том числе космической программы. Но это будет именно идти в логике этапов, дорогие друзья, у нас есть конкретные этапы. Вначале мы, соответственно, сейчас демонстрируем, Олег из Бишкека спрашивает, Олег будет на легкой прогулочной трассе продемонстрирован и городской пассажирский транспорт с возможностью пассажиропотока на уровне воздушного метро. И с демонстрацией, вот, кстати, Евгений, который является режиссером ролика, который вы увидите, и будет и репортаж, и вирусный ролик с участием Адриана. Это замечательно, когда сотрудники знают такие концепты и действительно такие нюансы, что городская пассажирская станция, совмещенная с анкерной опорой нашей первой, является аналогом по пассажиропотоку дубайского аэропорта. То есть это действительно такие вот основы, основы технологий Skyway, которые знают, ну, я не побоюсь этого слова, наверное, все сотрудники корпорации. Я даже задал в шутку экзамен, а может вы задаете вообще вопрос, точнее, может быть, вы сдаете экзамен, что такое Экотехнопарк? Нет, просто людям хочется это знать. И, соответственно, подытоживая и передавая уже слово Падриану Кармоци, Нине, и, собственно, вот это наши союзники, это наши не то что сподвижники, это просто судьба нас соединила. Это академия Golden Rope, которая будет развиваться на европейском рынке. Инета Анжена вчера общалась и были установлены некоторые договоренности по поводу обучения наших европейцев. Это те люди, которые также, собственно, как и корпорация Skyway в направлении юнибайков, но сейчас это уже обличается в конкретную видимую оболочку, что действительно мы сможем создать вместе с ними комплекс упражнений, которые будут делать людей более подтянутыми, будут улучшать здоровье, улучшать физическую форму, ну и не побоимся этого слова продлевать жизнь. И такой вот вопрос, дорогие друзья, был уже передавая слово по поводу 28-29 ноября. Давайте будем откровенными, на 28-29 ноября я дам контакты, как обычно, нашу почту с Сергеем Анатольевичем. Мы будем определенными такими фильтрующими звеньями, и следующим фильтром будет Виктор Бабурин. Ну и, соответственно, те люди, которые действительно являются потенциальными крупными инвесторами. А, соответственно, 28-29 ноября будет такое вот мероприятие, которое можно сравнить с замечательными мероприятиями на Кремниевой долине. То есть, там будут присутствовать люди. Даже нашим европейским коллегам мы сказали, что, дорогие друзья, ну даже здесь речь не идет вот на таком мероприятии об инвестициях 100-200 тысяч долларов. То есть, от нескольких миллионов. Либо, если это министры, либо, если это губернатор, но, скорее всего, для государственных деятелей будет сделано отдельное направление. Либо, ну это уже сейчас никак не возникает никакого удивления, люди прилетают и даже просят вообще вот, может быть, вы в качестве пилотного проекта также взлетно-посадочную полосу возле Экотехнопарка построите. Так как все-таки струнные технологии также подразумевают и армирование взлетно-посадочных полос. Но, дорогие друзья, всему свое время, но время прихода действительно крупных инвестиций, которые мы уже видим, которые мы ожидаем 28-29-го. Некоторые сделки, которые мы вам раскроем, их результаты, они уже в процессе. Будем как бы надеяться, что, возможно, до этого мероприятия произойдут крупные сделки. Мы побьем тот рекорд, который установила инвестпроводящая система Андрея Федоровича Ковратова. 330 тысяч долларов. С Андреем Федоровичем, кстати, мы сегодня увиделись. Он тоже был. Да, замечательно, что мы встретились. Замечательно, что абсолютно у всех такой задор, такая энергия, такой заряд. Ну а как его не получить, когда общаешься здесь, в недрах головной компании. Мы объединяем мир, дорогие друзья, все инвестпроводящие системы едины. Ну а сейчас мы также будем объединять людей через спортивное направление. Я передаю слово, буду переводить Адриану Кармоца и Нине. Адриан, пожалуйста, тебе слово. Так, давай, Адриан, сюда таки садись. Привет, дорогие друзья. Да, друзья, вы уже так... Да, что мы в походных условиях, поэтому вы сильно нас строго не судите. Поэтому как есть, так работаем. Вот, так что ничего не скрываем. Первое, я хочу спасибо Скайуэй, за которую я был в этом программе. Я очень рад. Да, я буду переводить. В первую очередь Адриан приветствует вас. Садись сюда. И благодарит всех нас за то, что дали возможность вообще присутствию в этой программе. Имеется в виду Скайуэй. Я все-таки не синхронный переводчик. Как профессиональный тренер, Адриан желает максимально применить свои знания в улучшении юнибайка. Именно в комплексе определенных спортивных упражнений. Я бы хотел использовать как много muscles, как возможно. Он будет применять настолько своих знаний много, насколько это возможно. Будет использоваться не только нижняя часть, но вы имеете, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь, о кручении педаль, но и все тело. Как именно для создания максимального рельефа в виде натурального бодибилдинга, примером которого является Адриан. Да, и я уверен, что в этом будет успех, в этом будет интерес рынка. Поэтому я бы хотел бы благодарить Скайуэй, чтобы быть частью этого проекта. И я уверен, что большинство людей, которые будут спортсменами, будут меня следовать. И Адриан еще раз благодарит вас, так как дали возможность и инвестировали в это направление. Появился юнибайк. И сейчас Адриан действительно может с точки зрения практикующего уже не футурологии, но практикующего фитнеса, применять свои знания здесь. Да, и опять же, я бы хотел бы благодарить Скайуэй и поделить эту идею. Это очень круто для меня. И также я бы хотел бы представить Нина, которая будет поделиться ее思考 о Академии. Адриан еще раз благодарит. Ну, Адриан на самом деле немножко стесняется. Давайте не будем забывать и поставим максимум плюсиков, восхищательных знаков всего, так как все-таки у нас в эфире вице-чемпион мира по натуральному бодибилдингу. И на минуточку, я думаю, что абсолютно достижимо, и мы у Адриана сейчас спросим, что будет, будет чемпионом мира уже соревнования, которые пройдут в Бельгии. Мы с Сергеем Анатольевичем планируем 25 ноября быть в Бельгии. Максимально постараемся, не обещаем, но по загруженности постараемся, потому что 28-29 все-таки такие. Адриан, я бы спросил, вы верите, что вы будете пресчастливаться в Бельгии в Бельгии в Бельгии в Бельгии в Бельгии в Бельгии? Только из-за того, что вы верите на все эти люди, 100-1000 людей, в Скай-Вей-проекте, которые верят в вас? Да, я задал вопрос, дорогие друзья. Вот именно учитывая ту веру, я думаю, что вы все верите в Адриана и не сомневаетесь, что он станет чемпионом. И я спросил, а будет ли эта вера еще больше усиливать уверенность в победе? Адриан сказал, что все, дорогие друзья, зависит от позитивного мышления. И он уверен, благодарит вас, что вы его поддерживаете, даже не зная лично Адриана, но сейчас вы все знаете, и он победит. Нина? Нина? Нина is representative, not representative, but chief, also like Адриан, of Golden Rope Academy. It's an educational system, it's motivation, it's a personal grow-up, etc. Yes, exactly. We are taking care about the personal development of everybody, and our main aim is to help each other and to help the world. So it's the main point as well as the Skyway is. So thanks also for my side that we can cooperate with the Skyway. Да, Академия Golden Rope, дорогие друзья, очень сильно распространена по всей Словакии. То есть вот ребята выбрали из своего плотного расписания, действительно, вот сегодня мы на завтраке общались, что только в будни есть время. И, собственно, это мощный инструмент для корпоративного обучения и многого другого. И Нина благодарит то, что сейчас это можно реализовывать и на благо Skyway. We are preparing for some programs for the Skyway, so you will hear about it soon. Для европейских коллег Golden Rope Academy будет готовить специальную программу ввода именно, чтобы даже независимо от того, являетесь вы студентом, сантехником, либо топ-менеджером, вы смогли войти в проект и понимать, каким образом дальше двигаться. Уже, в принципе, наших коллег, причем коллег, я хочу обратить внимание, даже одного из первых топ-экспертов консультирует Нина. Thank you, thank you. Awesome. For everything, what Skyway do for us. And we will do our best to help also the Skyway to improve all of the tops and also will help to improve the educational system of the Skyway. Нина благодарит за то, что появился такой проект Skyway и то, что есть все мы с вами, дорогие друзья, и она сделает все возможное, чтобы создать действительно максимально понятную, простую систему обучения, для того, чтобы двигать еще быстрее, еще сильнее наш глобальный проект Skyway. And, Нина, tell some words about your vision about Skyway, because when you have arrived, for example, in Minsk, the vision was one. And after our discussion, after excursion at the construction bureau, maybe vision have been made differently from first vision. And, of course, of course, it was a great opportunity to come here and to meet also with Mr. Yunitsky and also to have some meetings with the organizational team on the Skyway. All of them are great people and also now I can understand the whole project as a great mission and also it is so it's very helpful for everybody. This program, which is preparing with Adrian and with Unibike, it's absolutely great, absolutely great. And so now my... Да, я переведу. Сейчас Нина абсолютно понимает именно огромный размах всего проекта и видит, как применить именно свои знания по Академии для улучшения работы европейской структуры Skyway. Это в том числе и наша Сергея Анатольевича структура. И сейчас уже сформировалось видение, что проект Skyway действительно может, что созвучно с их слоганами, то, что они протягивают руку помощи тем людям, которые нуждаются в обучении. И, собственно, проект Skyway протягивает руку помощи, это, собственно, концепция, о которой мы с вами говорили, народного экономического ковчега, социального лифта для всех. И Skyway действительно протягивает руку помощи, возможности, надежды абсолютно всем. Ну и напоследок Нина и Адриан хотели сказать, что они действительно надеются на сотрудничество со Skyway. И просто счастливы, что здесь находятся. Я думаю, дорогие друзья, это видно. То есть, если кто-то писал, что за цирк, что за интервью. Дорогие друзья, вы просто не понимаете, может быть, вы зашли на наш вебинар в первый раз. Но бывают у нас такие прямые включения с вице-чемпионами по натуральному бодибилдингу. Те люди, которые поддерживают проект Skyway просто так, как прыгнул Роберто с парашютом, как скоро нырнут под воду. Зачем они это делают? Они хотят, чтобы это воплотилось в жизнь. Искренне благодарим, Адриан. Спасибо. Нина. Спасибо. Это историческое событие, дорогие друзья. Будущий чемпион мира, как мы думаем. Давайте, друзья. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Мы тогда будем закругляться. Благодарю. Ну, вот видите, друзья, это у нас, опять же, такой, ну, не сказать, что прям совсем экспромт. Это все-таки подготовлено. Мы договорились, согласовали с конструкторами, с Анатолием Юницким. Вот. И сейчас мы реализуем это уже, на наш взгляд, очень интересное направление. Оно будет очень иметь... Мы сейчас сделаем несколько очень интересных репортажей. Мы сделаем очень интересную постановку именно с точки зрения ролика, чтобы это было видно, чтобы это было наглядно. То есть, как раз вот для этого мы тут уже почти сутки и работаем. Еще у нас впереди тут много-много работы. Вот. Для того, чтобы вот это направление Sky Fitness, чтобы оно стало понятным, чтобы оно стало очевидным, чтобы люди захотели именно в этом участвовать. Поэтому, на наш взгляд, я говорю, это очень-очень интересное направление. Родилось оно вот прям буквально, ну, там, три недели назад, прям на конференции, где мы все вместе общались. И вот здесь, друзья, уже вот от зарождения таких идей до их реализации уже все-таки идет, вот видите, довольно-таки сжатое время. Ну, а когда в Эко-технопарке весной вы увидите уже Юнибайк, оборудованный всеми именно приспособлениями для того, чтобы полноценно не только заниматься спортом, но еще и энергию накапливать и за счет этой энергии двигаться, это, друзья, конечно, новый концерт. И здесь я могу сказать, что если сегодня мировые концерны, которые представляют новые концепты электромобилей, там пытаются конкурировать за счет дизайна, за счет новых каких-то механизмов, что они там пытаются сделать новые материалы, а у нас, друзья, спортзал. И я думаю, что спортзал сегодня для людей наиболее необходимый, это действительно, когда наша энергия идет в движение, вот это и действительно оздоровление, это спорт, ну и с точки зрения энергетики, друзья, это еще абсолютно новый, новый, новый такой взгляд и новый подход. Ну, друзья, давайте вот на этом завершаться. У меня завтра Алексей летит уже в Челябинск к себе домой, Адриан с Ниной из Словакии, вот, ну а меня опять судьба сбрасывает, а мне надо опять встречаться с инвесторами, поэтому я завтра вылетаю на Пальму-де-Майорку, вот, общаться с крупными банкирами, с крупными инвесторами. Сейчас, друзья, это становится уже очевидной, ну, такой повседневной работой, вот, поэтому ездить приходится очень много, встречаться приходится очень много, но, друзья, это сейчас с увеличивающимся темпом строительства, с увеличивающим темпом испытаний, это, друзья, необходимо, и это та работа, которая, так, а перископ будет там. Ну, вообще-то, я постараюсь, чтобы у меня на Пальме был перископ, но гарантировать, как вы понимаете, друзья, не могу. Иногда, вот, мы с Алексеем попадаем иногда в Германию, там, недалеко от Ганновера, в центр, куда мы ездим уже почти каждый месяц, это Бен Бат Зальцовик. Да, да, и представляете, там 5 звезд, очень хороший отель, они просто для этой компании дают очень большие скидки, и, тем не менее, там нет интернета, это того, который тянет перископ. Поэтому, ну, вот, всяко, друзья, бывает, поэтому гарантировать не можем. Вот, мы сегодня на вечер тоже, друзья, не можем вам обещать, что будет, ведь, ну, что мы будем вечером на заводе, мы там будем целые, до позднего-позднего, я думаю, даже утра, вот, потому что там как раз испытания будут, в которых мы будем участвовать. Поэтому, соответственно, если не получится, то уж вы нас извините, мы тогда, наверное, постараемся в записи дать вот этот вебинар, ну, или там, так, мы иногда попадаем в Германию, ахахаха, так, да, наверное, так, а где Майорс-то, извините, так, ну, все, друзья, давайте тогда на этом сегодняшнюю работу завершать. Я считаю, что темпы и все, что у нас идет, очень хорошо. Я по вчерашнему подписанию соглашения, я думаю, который совет директоров Skyway Capital подписал именно с генеральным директором, генеральным конструктором Юницкий, я думаю, что у нас будут специальные на этот предмет планерки, я думаю, что специальные рабочие встречи мы покажем, сделаем. Пока можно сказать однозначно, четко, что команда, которая сформировалась, и Анатолий Дарович это признал очень хорошо, что команда, которая сформировалась, она работает, она дает те результаты, и с этой командой можно двигаться дальше для того, чтобы получить самые, самые, что, такие серьезные результаты. Ну, все, друзья, давайте тогда вот решим. Благодарим, друзья, возможно, просим прощения за столь эмоциональный вебинар, но когда рождается новое направление Sky Fitness, могу сказать одно, нашу энергию в движении, и, как сказал Анатолий Редвардович, не только в техническое движение, но и в социальном. Ну, все, друзья, понимаете, всего доброго. Здравствуйте, Андрей Анатолий Редвардович, и я знаю, что ты лучший человек в боди-билдинге, скажи к моим подписчикам какие-то вещи о твоих результатах и профессиональных активностях, и как вы достигнули эти результаты. Здравствуйте, меня зовут Адриан, я 36 лет, я славянский боди-билдер, и я делаю это 17 лет. Я учусь в футбол-билдинге, но сейчас я делаю боди-билдинге, потому что мою сердечкость не в настоящем хорошей ситуации. Четверо я решили говорить, что я полезна в своем футболе и успешноigma здоровье. Поэтому я для этого я работаю в боди-билдинге. Моя большая успеха была, что в последнее время в Барселоне я получил 2-е место в World Championship как натуральный бодибилдер в моем категории, который был под 85 кг и более 180 км. Я занимаюсь в Барселоне 4-5 раз в неделю. Я также много клиентов, которые я пытаюсь быть в форме или показать им, как остаться в порядке и сохранить здоровье. Я занимаюсь медицинским медицинским, поэтому я очень приятно занимаюсь работой, которую я делаю. Также, как я объясню, это очень круто, что у вас есть люди, чтобы показать мне какие-то будущие планы. Например, самое интересное для меня было униби, который я очень хотел попробовать, чтобы проверить, потому что идея, чтобы остаться в порядке, быть безопасным и... Чтобы быть в порядке, в транспорте. Да, да. Это реально сейчас. Да, да. Это произошло в реальность. Поэтому я очень рада, чтобы идти в Минске или где-то унибище. И попробовать себя. Потому что я реально вижу большой потенциал для будущих планов, которые вы нам показали вчера. Так что я бы хотел попробовать это. Спасибо, Андреан. Мои любимые друзья, это вице-чемпион в мире. Спасибо, ребята, спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok